Музыка 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 И нам есть что посмотреть. Голова летучей мыши, да? Так, я сомневаюсь, что у нас насекомые здесь какие-то обитают на зимнем этом биоме. Нам надо уходить, наверное, на какие-то более простые острова. Так, а на более простые острова, вот у нас на болото. Это у нас влево мы уходим на более простые острова, да? Сейчас нам на смертельных островах. Наверх это мы также будем по смертельным ходить островам. И направо тоже будем по этим же островам ходить. Нам надо, наверное, сложность уменьшить островов. Хотя, не знаю, сейчас мы еще... Подожди, что-то один ген глянул. Просто я думаю, на зимних островах не будет никаких насекомых. Наверное, надо на какие-то луга уходить, скорее всего. Там может какие-то, я не знаю, какие насекомые еще. Липкий язык, выполнить действия, собрать насекомых. Ты смотри, я, блин, одни насекомые. Проведите время в жарком климате. Видишь, в жаркий климат нам нужно идти. Это надо на меньшей сложности острова уходить. Саванные рога. Проведите время в жарком климате. Выполнить действия, атаковать. Опять же, в жаркий климат нам нужно... Крылья летучей мыши. Пригласите животных с этим геном в ваше племя. Ну, хорошо. Так, павлиний хвост. А это у нас было уже, павлиний хвост. Мы выводили. А подожди, они же сейчас с павлиним хвостом. Вот это у них же ген. Вот, павлиний хвост. А почему он тогда заблокированный? Что за фигня? Что-то за несправедливость такая. У меня есть павлиний хвост. Зачем мне его еще разблокировать? У меня есть они даже чуваки с этим хвостом. Водный хвост, путешествие на новая острова. Это у нас было. Рыболовный хвост, ловить рыбу было. Скорпионий хвост было, по-моему, в жарком климате мы его получали. Насколько я помню. Да, был, по-моему, скорпионий хвост. Пахучий хвост, да, это старый еще ген. Хвост-плавник тоже старый ген. Переподчатые лапы это старое. Задние лапы медвейны. А, ха-ха-ха, беруену наконец-то перевели. По-русски это медвейна, да. Но это логично. Так, копательный хобот. А, это доисторические гены, все понял. Саблезубые клыки у нас есть, чуваки с саблезубыми клыками. Копательный хобот, это доисторический ген, бронированное тело, ступни мамонта. Это у нас все было. Рогами гелоцерус у нас разблокировано, потому что у правнуков они есть. Хвост-молот, тоже доисторический ген. Так, подожди, а сколько у нас новых генов? Так тут чуть-чуть совсем, да. Голова летучей мыши, липкий язык, саванные рога. Крылья летучей мыши. А, получается 4 гена всего лишь новых, да? А, не так тут, что и много на самом деле. Берем наших чуватьков, берем наших правнуков Терезы, достаем их из теплых ванн, из теплых источников и гейзеров. И, пожалуй, я буду понижать, наверное, сложность островов. Пойдем искать насекомых, пойдем искать жаркий климат. И нам надо найти какого-то чувака, которого можно пригласить в наше племя, да, с крыльями летучей мыши. Ха-ха-ха, мы будем делать из них летучие мыши, мой друг. Ха-ха-ха. Ну что ж, давай приступим. Опачки. А-а-а-а. Это что такое? Я, короче, на какой-то остров переместился в поисках жарких островов. А, это... Ха-ха-ха. Я даже не сразу понял эти твича. Я думаю, что это за фигня? Ха-ха-ха. Это, короче, рыба такая. Кит. Ха-ха. Остров Кит. Нифига себе. Вот этот нежданчик. Ха-ха-ха. Ни хрена себе. Ты смотри. Ха-ха-ха. Смотри хвостиком, как машет. Ха-ха-ха. Ты смотри плавничками, как машет. А где у него мордочка? Мордочка там не видна у него, да? Заросла лесом. Ха-ха-ха. Где-то у него там глазки. Глазки у него, наверное, под воду смотрят. А что это он, собственно, так плавает это самое? Кверху спиной уже. Ха-ха-ха. Рыбам обычно плохо, когда они всплывают. Ха-ха-ха. Это означает, что все, ему уже того. Ну, он вроде машет и хвостиком, и плавничками. Вроде все с ним нормально. Ха-ха-ха. Нифига себе, остров Кит. Ну, надо же. Ха-ха-ха. Веришь, мой друг, сколько всякой фигни поводили в игру. Просто охренеть. Так, а что это у нас? Это, случайно, не жаркий климат? Ой, а возможно, это жаркий климат. Подожди, тут какие-то эти растения, пахучие, по-моему, называются. А, деревицы какие-то, как в саванне, да? Почему тут травы нет на этом острове? Ой, кустиков много всяких. Ха-ха-ха. У нас пища начинает вниз идти. Ну, а как вниз? Нам это такое количество пищи охренеть. Ха-ха-ха. Насколько хватит. Так, будем на этом острове разрождаться. Я еще не менял поколение правнуков. Еще те правнуки. Ну, уже пора им, наверное, детишек, детишек новых выращивать. Видишь, у нас еще птички наши есть. Хе-хе. Вот она, птичка с антенками. У нас еще она по-прежнему на месте. Так, а здесь плавать нельзя, да? То есть, получается, мы свалимся с кита вниз куда-нибудь. Так, есть здесь стационарное гнездо? Нет стационарного гнезда? Ну, ничего страшного. Господи. У нас этих гнездовых материалов полторы тысячи. Хе-хе-хе. Можно здесь гнездо поставить? Так, подожди. А почему-то гнездо нельзя поставить на ките. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам надо рождать... Нам надо рождать новое поколение. Правнуков. Вот они, гнезда. Бежим быстрее сюда. Почему-то гнезда нельзя на ките ставить. Может, потому что рядом с этими... Да нет. А, это правнук. Тьфу, блин, я перепутал. Я перепутал правнучку с правнуком. Все окей, можно тут все ставить. Ладно, давай на следующем ходу туда чуть-чуть подальше. Ой-ой, гнездо нашел. Отлично. Не надо ничего ставить. Просто правнук, он не может самец ставить гнездой. Я его перепутал с правнучкой. Все, будем рождать следующее поколение правнуков здесь. И, блин, пока я пройду этот остров, придется еще родить одно поколение где-нибудь вот здесь, в гнезде. Ну, собственно, займемся этим. Возможно, тут жаркий климат будет. Тут такая трава, как в саванне. Это будет просто прекрасно, просто превосходно. Мы начнем, собственно, качать жаркий климат. Возможно, здесь насекомые будут. На ките. Может, мухи тут кружатся над ним. Не зря он всплыл кверху. На нем уже лес успел вырасти. Деревья, скалы и прочее. Не, ну, прикольно, да? Напиши в комментариях. Как тебе? Ух! Не, молодцы разработчики, молодцы. Смотри, термитник. Вскрыть термитник. А, собственно, вот отсюда, наверное, будут и насекомые добываться. Так. Тут, кстати, я заметил, у птичек есть способность сбора насекомых. Способность собирать насекомых. Плюс один за клюв. А это означает, что нам птички нужны будут, потому что наши основные правнуки, они не умеют собирать насекомых. Только птички могут собирать насекомых. Значит, я вот тут гнездышко уже поставил. Буду два параллельных, две параллельных ветви, так сказать, вести наших существ. Будут у нас правнуки. Как мы их сделали когда-то, так они, в принципе, идут с теми же генами. То есть с максимальной силой у них сила 12. У них сила 12. У птичек очень маленькая сила, но они могут летать, могут собирать насекомых, могут на деревья залезать и прочее, прочее, прочее делать. А нам нужны эти гены для... То есть нам нужны эти гены клюва, то есть для сбора насекомых, потому что... Потому что, потому что, потому что, потому что надо разблокировать как раз этим всем делом. Так, ну, кстати, птички вот сейчас не могут сразу выковыривать из термитника насекомых Я так понимаю, наверное, сначала нужно разрушить термитник Давай мы его разрушим, нифига себе Так, еще какой-то ему кишит термитами Это животное подверглось нашествию термитов А слежите их другим животным, нифига себе Так, подожди-ка Сейчас мы слижем с него термитов Справну-ка, подожди, а то ему там жить недолго осталось А мы еще не родились следующих правнуков Да, смотри, вот, разрушенный термитник собрать насекомых Так, подожди, сейчас термиты, наверное, по всем начнут ползать нашим существам, да? Да нифига себе, так, давай Ой, подожди, а ей тоже его ранит, да? Да нифига себе, подожди Это, блин, эти насекомые очень опасные в сборе Так, что у нас там, качается сбор насекомых? Да, отлично, сбор насекомых качается Ясно Так, сколько пищи дается? 95, так, ну, сразу он не ранится, да? То есть он просто, наверное, на следующем ходу получит ранение от термитов А ну-ка, давай-ка А, подожди, уже не получил А, ну да, он уже, как бы, это, заражен термитами Они уже ползают по нему Одну денечку пищи дает Но я так понимаю, одну, потому что у него здесь, вот, сбор насекомых А плюс один всего лишь Если было бы больше бы, значит, он больше бы их собирал Я так понимаю, соответственно, это у нас новые гены Как раз и будут заточены на сбор насекомых Хотя летучие мыши, блин Как правило, летучие мыши кровь пьют Они насекомых собирают А, вот липкий язык Ну, вот липким языком по-любому там сразу будем Слизывать Половину термитника Ну, хорошо Хорошо Так, сейчас посмотрим Что этому сделают термиты То, что он кишит термитами И станут ли кишать термитами все, кто тут стоят Нет, только те, кто лезут в муравейник Те кишат термитами Одно повреждение получает Так я понимаю, пока не слижем с него термитов А, ну окей, ладно Климат у нас здесь не жаркий, к сожалению А то мы на этом ките бы Сразу бы все гены разблокировали Которые нам нужны К сожалению, здесь не жаркий климат Хотя такая сухая трава Вообще, я бы сказал Тут климат как-то меняется, наверное Тут более жаркий в южной части Кита Здесь более холодный В северной части Кита Кит у нас плывет с юга на север Так, путешествует в холодные земли Так, ну ладно Буду тогда я стоять здесь Собирать насекомых Так, подожди А слизывать с него сейчас не нужно То есть надо Опа Опа Опа, да А потом вот так вот Опа И слезали, да И все, соответственно Не получает ранения на следующем ходу Отлично Хе-хе-хе Так, и термитник Такое ощущение Какой-то бесконечный просто Да, там смотри Сколько термитов там Копошатся Хе-хе-хе Ты смотри Там лазают такие Гадости Хе-хе Сейчас мы их послизываем А еще термитники Бывают разные Бывают зеленые Бывают красные Хе-хе-хе Они даже визуально другие По зеленому Такому термитнику Который зеленым Подсвечивается Если мы переключаемся На нюх Или на слух Там ползают Такие беленькие Какие-то термитики По красному Ползают красные Опасные термиты Все различие в том Что с красного С такого термитника Если собирать Красных термитов То тогда они Это собственно Начинают кишеть на нас А с такого термитника То есть там Дружелюбные термиты Они на нас не нападают Поэтому вот Можно спокойно Безнаказанно собирать их Хе-хе-хе И ничего с этого Нам никакого минуса нет Но это примерно Как с плотоядными растениями Там тоже есть Плотоядные растения Которые красные Которые нас съедают А есть которые зеленые Которые нас не трогают Подавая своими Животными Своими существами Голос Сидя на деревья На деревьях Птичками Разблокировал Павлиний хвост Ко всему прочему Так И я уже Насобирал достаточно Насекомых Для разблокировки Голова летучей Мыши Собственно Насекомых Уже более чем Собранное И для всех остальных Что нам нужно Где собирать Насекомых Осталось только Отправиться нам В жаркий климат Саванны и рога По-моему Тоже раньше Таких не было Атаковать Тоже все Выполнено Практически 29 из 30 Сейчас выполним Остается только Жаркий климат А с крыльями Летучей мыши Нужно найти Этих существ Но остальное Я показывал У нас уже было Ну что По пути Так сказать Можно очень быстро И легко Выполнить Мы тоже выполним Откроем Хотя не знаю Зачем У нас эти гены В том числе Даже есть Многие У наших существ Что я хочу Сказать По этой карте Она Она просто Она просто Прекрасна Этот остров Просто отличный Он Я не представляю Тут столько пищи Тут столько еды Он настолько удобный Здесь нет травы Видишь Здесь все пусто Голо Здесь всякие Пахучие растения Кусты такие Кусты другие А здесь Гигантские Количества Кроликов Просто Какие-то Немыслимые Количества Кроликов Сейчас на слух Перейду Видишь Сколько Кролики 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 Это они еще Разбежались Это я просто Сюда вторгся В их владение Кроличьи Здесь только Этих кроликов Блин Здесь просто Не пройти Здесь просто Можно устроить Пиршество Я не знаю Какое-то По кроликам По этим Их тут Гигантские Просто количество Ты посмотри Тут везде Пища Везде Еда Везде Тут Гнезда Офигеть Получается Такой Комбинированный Какой-то Остров В южной части Как Саванна Биом Саванны С термитниками С такой Травой Как в саванне С такими Деревьями Как в саванне Но при этом Без жары Без минусов Здесь вообще Открыты Какие-то Пространства Лесные С растениями С кустами С гигантскими Просто количествами Кроликов С гнездами И все Без травы При этом Все разобрано Это просто Рай какой-то А не остров На самом деле Это просто Райский островок На спине Этого кита Водоплавающего Просто чудесная Штука Так У нас разблокировалась Коли голова Летучей мыши То мы Вроде наших Птичек Которая вторая Параллельная У нас ветвь Идет по птичкам Мы им давай Клювы Сменим На голову Летучих мышей Посмотрим Как это выглядит А потом еще им Когда разблокируем Крылья летучей мыши Дадим Дадим Саванные рога Соответственно И липкий язык Хотя липкий язык Я так понимаю Это наверное Голову заменяет Да Посмотрим Посмотрим Давай пока что Голову летучей мыши Попробуем вывести Плюс 2 сбора Насекомых Плюс 2 Боняния Плюс 3 Слух Соответственно Здесь клюве 1 сбор Насекомых Было То есть Это в принципе Такая голова Для именно Сбора насекомых Для того Чтобы жить Видимо В саванне Разрушать Эти термитники И слизывать Оттуда Насекомые Кстати неплохо Довольно таки Идет Добыча пищи С этих термитников Довольно таки В принципе Прикольно Довольно таки Интересно Вообще Локация Этот остров Он просто Еще раз повторюсь Просто райский Это просто райский кит Плавающий в океане Вот такая вот Хрюшка у нас Страшная За страшными Такими Вампирскими Зубами Носом Ушами Кстати Почему то у них Уши неактивные Я так понимаю Потому что уши У них здесь Сразу есть Как бы На голове Летучей мыши У них Видишь Слух плюс 3 Разработчики Подсчитали Что наверное Это слишком читерно Будет Слух плюс 3 Здесь И здесь Еще плюс 4 Слух Если большие уши Это будет 7 слух Это можно тогда Весь остров Слышать Хотя они и так На самом деле Его весь слышат Но у них Ни у кого Неактивные Уши Просто неактивен И Темненьким Таким Подсвечивается Почему то С головой С этой Нельзя иметь И одновременно Еще уши Ну понятно Почему собственно Я сказал Почему Потому что Разработчики Считают Это будет читерно Ну вот так Это короче Выглядит Все Сейчас буду С этого острова Уходить У меня Что то Стремновато Начинает Становиться Знаешь почему Потому что На каждом шагу На каждом Ну каждом Ходе В смысле А каждый день Завершая У нас Какие то Странные звуки Здесь раздаются Вот в начале Острова Где у кита Голова Иногда Такое ощущение Как будто Он какую то Воду Выплескивает По окончанию Хода Не каждый ход Но что то Как то Мне это пугает Я думаю А нет ли тут Такого Что например Если просидеть На этом острове Вот мы сколько 19 дней Здесь например Тут 20 дней Например Просидеть А то Кит погрузится Под воду Фиг его знает Я как то уже Побаиваюсь Потому что Слишком райский остров Реально Райский просто остров Здесь только еды Здесь только кроликов Здесь только кустов И дубы И сладкие Вот эти как Пахучие деревья И кусты И термитники И кусты такие И кусты другие Тут все есть Тут просто какой то рай Поэтому мне как то Начинает немножко Это настораживать Ну собственно Если потомков Правнуков Терезы Вывели То сейчас уйдем Нет мы одних Самок вывели Придется еще Еще здесь Рождать И надеяться Что кит у нас Не погрузится Под воду Вместе с нами И не закончим мы На этом Наше приключение Мой друг Пахучий хвост 30 раз нужно было Собрать пахучее дерево Мы его собрали У нас такие гены были Но просто как бы Я все равно здесь Стою Как бы И мне все равно Пищу лутать надо Ты смотри Мы по пище вверх пошли У нас было меньше Чем 1400 1390 У нас было Видишь Теперь уже 1440 Но здесь странно Как бы здесь Не пойти вверх По пище На этом острове Потому что здесь пищи Просто какие то Немыслимые количества Родило я следующее Поколение Правнуков И сейчас Пока я их Дотащу До сюда Это у нас еще Пройдет несколько ходов И будем убегать С этого острова Потому что Во первых Нам нужно найти Теперь Остров с жарким климатом Разблокировать Оставшиеся нам гены И вообще Как то мне Стремновато Начинается Потому что Какие то звуки Спостоянно странные Какие то фонтаны Здесь О слушай Какие то Завывания Иногда какие то Там звуки Не знаю Меня это пугает Один раз видел Как гейзер Какой то тут Вырвался Такой Ну кит Знаешь Как воду вверх Выбрасывает над собой Что то Типа того Я не совсем понял Что это такое Сначала Это я так потом подумал Наверное Это кит гейзер Воды над собой Выбрасывает Вот видишь Какая то фигня Над китом Возникла Такой как Облачко Пара воды Не знаю Это я так понимаю Он над собой Выбрасывает Струйки воды Поэтому будем Мы сваливать Отсюда Сейчас дотащу Правнуков До сюда Они еще маленькие Еще медленно Передвигаются И уйдем отсюда Ну его нафиг Ни хрена себе Вот это номер Я могу выбрать На какой остров Хочу Представляешь Вот это Вот это Охрененный кит Кит Я тебя прям Обожаю Ни хрена себе Ты понял Я могу выбрать На какой остров Я хочу отправиться С кита Так Подожди Клочок земли Мирный лук Травяное приключение Хиппелак Это нам не надо Средний Пылающая саванна Нифига себе Пылающая саванна Это средний остров Помнишь У нас челлендж был Выжить на пылающей саванне Это было очень сложно Так Нам нужна Этот Не пылающая саванна Нам нужна просто Саванна Какая нибудь А подожди Как она называется В принципе Можно еще в джунгли пойти Но там блин Эти гребаные обезьяны Хотя подожди А что мы обезьяны Могут птицам моим сделать Птицы же будут На деревьях сидеть Да Но все равно Это самое Подожди Пылающий Может на пылающую саванну Пойти Да не Не хочу я там пылать Тропический лес Так Болотистые разнотравья А где просто Саванна какая нибудь По моему Оазис еще тоже Это Жарко Летние горы Что тут вообще Такого не знаю Так Не хочу я Пылающую саванну Пошли в оазис Потому что По моему Оазисе тоже Это жаркий Ну это Судя по всему Жаркий будет Этот самый Жаркий там климат Должен быть И какой нибудь Оазис посередине Ну я так По логике Просто название Этой карты Предугадываю Ага Отлично Явно жаркий Жаркий климат У нас по моему Кстати такая карта Была когда то Я еще удивлялся Такой Ооо Новые карты Такие Внутри моря Какое то целое Пальмы Да Отлично Все Будем здесь Находиться Я думаю Здесь будет жаркий климат Явно здесь Жаркий климат Они он все Перегретые у меня Да Эти еще не перегрелись Но эти не перегрелись Потому что у них Большие уши есть Сопротивление теплу Плюс два А у этих Нет ничего Они же не активны У них с этими мордами Кстати Вот этим чувакам Будет очень тяжело В этом жарком климате С головами летучих мышей Очень тяжело Они будут постоянно Перегреты у нас Ну да ладно Хе-хе-хе-хе Что ж Нам осталось Мой друг Только открыть Липкий язык Соответственно Мы выполнили Сбор насекомых Перевыполнили его Больше чем в два раза А теперь осталось Провести 20 дней В горячем климате Мы это сделаем На саванны и рога Нужно провести В жарком климате 30 дней Атаку мы выполнили Второе условие Так И крылья летучей мыши Нужно найти животное С этим геном Так Все остальные гены У нас Так Водный хвост Кстати дали За появление На этой локации Кстати Офигенный кит Да Можно выбрать На какую я хочу локацию Класс Кит вообще Просто молочек У нас по заказу Короче привез Мы их сказали киту Эй кит Блин Доставь у нас К такому-то острову К оазису хочу Кит Ладно Хорошо Иду на погружение И привез На сквозису Ладно Эти мы не будем Всякие раскрывать Эти Хвосты Плавники Хотя в принципе Могу поплавать А делать нечего Может какие-то Так Что за фигня Не-не-не-не-не-не-не-не-не Не подожди Я надеюсь Игра сохранилась Так Игра Судя по всему Сохранилась Наверное Когда мы Уходили Кстати Теперь написано Что версия 1 И 2 Игра Я так понимаю Сохранилась Когда мы уходили С острова Этого самого Кита Ну окей Окей Сейчас опять Туда же телепортируемся На уазис Не знаю По какой причине Игра у нас Тупо вылетела Так А что это за фигня А Я думаю Что за фигня Что какие-то Окраски непонятные Так Игра даже Сохранилась Не когда я С острова уходил Где-то Парой Ходов А Нет Одним ходом Назад Все я понял Это ход назад То есть видимо Когда я завершаю ход У нас игра Сохраняется Соответственно Когда я перешел На этот остров Еще ход не завершил Игра не сохранилась Окей Сейчас мы Соберем опять Всех Кого я Забирал Отсюда Кого тут оставлял И перейдем Опять на уазис Я просто решил Показать Чем отличается Этот уазис От прошлого уазиса Надеюсь Больше Никаких вылетов Не будет И надеюсь Мы здесь Все сделаем Кстати Здесь тоже Переход на Какую-то Жаркую Эту самую Наверное Пылающую Какую-то Саванну Но у нас И здесь Все будет Пылать И здесь Я думаю Все у нас Будет нормально Все надеюсь Больше игра Не будет Вылетать И мы Спокойненько Здесь Получим Недостающие Нам Гены Разблокировался У нас Липкий язык Плюс 2 Сбор насекомых Плюс 2 Обоняния Я так понимаю Это такая Мордочка Типа как У муравьеда Будет Для того чтобы Термитиков Хорошо слизывать Хорошо собирать Их Кстати Получается Голова летучей мыши Она несколько получше Потому что Там и слух Еще плюсом идет Правда Большие уши 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 вернее Вообще неактивные Когда голова летучей мыши У нас Я разблокировал Все гены Которые связаны С водой С рыбной ловлей И так далее У нас Они заблокировались Из-за того что Игра обновилась Перепончатые лапы Обновил И плавник И рыболовный хвост У нас они есть Собственно Эти рыболовные хвосты Просто они заблокировались А теперь мы их Снова разблокировали Потому что Я тут отправляю Всяких детей Плавать Ловить рыбу Тут огромное количество Огромное количество Просто рыбы Ты видишь сам Сколько здесь рыбы Здесь просто Какие-то немеренные Количества Везде в этом уазисе Внутри Тут все Все кишит Просто рыбы И они плавают Там спокойненько Рыбу Ловят Ляль какая гадость У нас родилась Смотри Да это не то что Этот Голова муравьеда Это я не знаю Что это Как это назвать Посмотрим Когда он вырастет Большой Как это У взрослого Будет чувачка Смотреться Это Это фигня Липкий язык У нас самец Сейчас еще Самочку ему В пару Выращу Для того Чтобы у него Потом можно было Им мутации Поставить Этих Рогов Саванных И тоже Получить Посмотреть Как это Все Выглядит В нас Смотри Какой Шило Мордой Получили мы Саванные Рога Плюс Один Сила Так себе Честно говоря Рога У нас тут Есть и Получше Да нет В принципе Они все По плюс Один И витые Рога Плюс Один Сила Витвистые Вся разница Получается Только Во внешнем Виде Ну давай Поставим Нашим Муравьедам Вот так Наши Муравьеды Взрослые Выглядят Шиломордые У нас Шиломордые Есть И шиломордая Давай мы Поставим Витые Рога Они будут Шиломордые Еще Виторожные Поставим Посмотрим Что они Там нам Родят На этом Как бы Закончим Их Селекцию Это будет Такая Тупиковая Наша Ветвь Это уже Третья Получается У нас Есть Птицы У нас Есть Правнуки Тереза Это Вот теперь Шиломордая Третья Тупиковая Ветвь Мы их Выведем Посмотрим На них И поймем Что они Тупиковая Ветвь Я кстати Дружелюбную Беруену Получил Ну то есть Ребенка Беруены Беруену Убил Ребенку Приручил Сейчас он Подрастет Тут Самка У нас Пока Бездела Которая Птичий Птичий Рот Продолжает Я попробую Вот эту Получить Задние Лапы Медведиены Господи Надо привыкнуть Теперь это Не Беруена Теперь это Медведиена Можно получить Только Пригласив Животных С этим Геном В ваше Племя Но мы Это проходили Мы помним Надо с ней Там короче Спариваться И рожать Детей Так чтобы У них Получились Задние Лапы Медведиены Собственно Попробуем Сейчас Эту Провернуть И у нас В принципе Тут нифига Тогда уже И закрытых Не останется Только Доисторические Гены Ну вот так Смотрятся Наши Муравьедики С Саванными Рогами Вот такие Вот они Красавчики Самец И самочка Отлично Задние Лапы Медведиены Получили Мы вывели Наконец-то Все У нас Остается Теперь Только Получить Скорпионе Хвост Для этого Нам нужно Пробыть Здесь Еще На жарком Климате Еще 5 дней Собственно Я это Сделаю Мы уже Тут Долго Сидим Мы 53 Дня Сидим Тут Посидим Еще 5 Дней Получу Скорпионе Хвост Этот ген Уже У нас Был Да Если не Видел Посмотри Там Прошлые Серии Где мы Получали Новые Гены С крыльями Клювом И так Далее Там Скорпионе Хвост Был Поэтому Смотреть Тут Нам Нечего Мы Это Уже Видели И Остается Нам Только Ген Крылья Летучей Мыши Пригласите Животных С этим Геном Ваше Племя Не Посчастливилось Мне Здесь Найти Таких Животных Возможно Здесь Они Не Могут Заспавниться Я Предлагаю Остаться Здесь Еще На Не Будем Это Долго И Абсолютно Не Интересно Это Ну Кто Это Не Видел Это Исторические Эти Гены Все Их Видели Некоторые У нас Есть Даже Экипированные У наших Правнуков Терезы Все В общем Получаю Скорпионе Хвост Ухожу Отсюда Из Жары Из Этой Не Потому Что Здесь Здесь Плохо Мне Здесь Прекрасно У меня Там И Пища Вверх Кстати Уже Чуть Вниз Пошла Но Сейчас Беруену Разводил Очень Долго Времени Потратил Много И Много Чуваков У нас Они Подъели У нас Тут Было И 1600 Даже Рыбалка И так Далее Мы Тут Все Это Добывали Все И пойду На другие Локации В поисках Чуваков Каких То Которых Можно Нанять С крыльями Летучие Мыши Будем Уходить Налево То есть Снижать Сложность Островов На более Какие-то Простые Острова Возможно Там И больше Как-то Чуваков Будет Тут Кстати Хоть Очень 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 Мало Появлялось Каких-то Левых Которых Можно Принять С какими-то Левыми Генами Свою Состав И Когда Я Найду То Что Нам Нужно Нам Нужны Крылья Летучей Мыши Тогда Мы Собственно Включимся И Посмотрим Как Короче Короче Увидимся Ты смотри Какая Хреновина На одном Из островов Нашел Какой-то Миролюбивый Медведь Появился Заспаунился Рядом С нами Судя По его Названию Значит Он Миролюбивый Да 59 Дней У него Соответственно 59 Жизней Смотри Как Его Нарисовали Так Я тут Смотрю Можно Атаковать Его Можно Предложить Три Гнездовых Материала Ему Я так Понимаю Он Гнездо Какой-то Сделает Встанет На нашу Сторону Хотя Зачем Ему Гнездовый Материал Давай Предложим Ему И Что Предложил Ему Три Гнездовых Материала Это Животное Сыто А То 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 Какой-то Бамбуковый Медведь Он Ест Ест Гнездовые Материалы Да И Что Что Он Сыт Мне Это Что С Этого Что Он Сыт Сытый Что Дальше Будет Ничего Или Или Пока Я Ему Кормлю Гнездовым Материалом У нас Не Нападает Это Животное Сыто Так И Чего Чего С того Что Он Сыт Давай Ему Устроим Так Когда Там Блин Уже Появится Какой-нибудь Чувак С Крылом Летучим И Чув Блин Задолбали Нифига Не Появляется Того Чего Нам Надо Всякая Фигня Появляется И Со Скорпионами С когтями Какие-то Красные Всякие Разные А то Что нам Надо Не Появляется Ну Давай Убьем Этого Медведя Посмотрим Сколько С него Дадут Пищи О Больше 10 Единиц Подожди 20 Что Ли Нифига Себе Больше Было 13 Единиц Было 1330 1313 30 Единиц Нихреновенький Такой Медведь Ну Кстати Он Очень Опасный В том Плане Очень Много Моих Чуваков Здесь Поубивал Он Когда Их Бьет Восполняет Повреждения То есть Лечится То есть Такой Медведь Вампир Он Меня Бьет И Свои Повреждения Восстанавливает Его довольно Сложно Убить Только Такими С очень Большой Силой Чуваками Возможно Его Убить Птицам И вообще Его не Пробивают У него Там Еще Защита Довольно Сильная Так что Убить Его Довольно Проблематично Но 30 Пищи Оно В принципе Того стоит Но Опасный Медведь Просто Так Нельзя На него Нападать Он Даже Опаснее Обезьяны Есть Блин Друг Мой Ты Не Представляешь Почему Я Так Рад И Вообще Что Я Так Рад Настолько Рад Что Наконец Крыло Гребанное Летучие Мыши Мой Друг У меня Давны За Полноч Уже Я Тут Наверное Часов Уже Десять Играю В Эту Игру В Безуспешных Попытках Выбить Последний Ген Который У нас Закрытый Остался Из новых Это Крылья Летучие Мыши Нужно Пригласить С этим Геном Ваше Племя Чувака То есть Левого Какого Наконец То Это Просто Ужас Это Настолько Редкий Ген Я Все Гены Уже Видел Все Абсолютно Все Кроме Доисторических Короче Весь Секрет В том Как Получить Чувака С Каким Сажать Их На Деревья И Использовать Их Способность Подать Голос Чтобы Привлечь Диких Животных Я Долго Не Понимал До Этого Что Это Вообще Такое И На Карте Нет Это Я Заспавниваю То Есть И Причем Не знаю Может Мне так Показалось Но Мне Кажется Если Быстро Нажать Трижды Ну У него Три Действия Быстро Нажать Трижды То Шанс Очень Большим Заспавнивается Животное Можем Сейчас Попробовать Но Вот Никто Не Заспавнился Очень Час Заспавниваются Они Просто Прилетают Под Дерево Собственно Этот чувак Час Упал У нас Блин Какие Тут Не Падали Все Тут Падали Я Уже Всех Видел Я Догадался Эту Штуку Применять Ты Посмотри У нас 1565 Дней Нахрен 84 Поколение Правду Ковтер С Ты Даже Не Представляешь Как Это Было Тяжело Так Собственно Присоединяем Его К нашему Племени И Получаем Получаем Этот Гребаный Долгожданный Ген Что Он Нам Дает Плюс 4 Летающие Если Ген Одинаковый Плюс 4 Летающие А То есть Это Абсолютно Идентично С крыльями То есть Что Крыло Что Крыло Летучьей Мыши Это Одно И Тоже Просто Визуально Разное Да Ну Окей Сейчас Мы Нашим Птичкам Сейчас Мы Нашим Птичкам Поставим Эту Мутацию Крылышков Сейчас Они У нас Поспариваются И Мы Получим Потомство С этими Крыльями И Посмотрим Как Это Выглядит Собственно В Полной Мере Не Как Здесь Какой Кривой Косой Тут Даже Непонятно Где У него Там Крыло Ну Короче Сейчас Выведем Нормальных Посмотрим Что За Летучие Такие Мыши Вот Собственно Видишь Как Это Работает Поманил Быстро Три Раза И У Нас Чувак Просто Заспавнился Где-то Прибежал К Дереву Но Еще Раз Говорю Иногда Они Просто Падают Падают С неба То Это Именно Так Работает Приманиваются Всякие Левые Чуваки Даже Не Приманиваются Они Просто Тупо Спавнятся Тупо Генерируются Туда Под Дерево Где Мы Это Манили С Различными Генами Соответственно Если Нам Какие-то Гены Нужны Редкие Только Таким Образом Можно Вменяемо Их Получить Больше Никак Ну Вот Так Выглядит У Наша Летучая Мышь Вот С Такими Крылышками Летучей Мыши Вот Такая Она С Такими Зубками Летучей Мышки Вот Такой Она Головкой Вот 85 Поколение 1576 Дней Мы Проиграли Нас Еще Тут Мишка Сидит Блин Так Нарисовали Прикольно Скажи Такой Добрый Медведь Блин Очень Опасно С ним Воевать Он Частично Отлечивается Когда Наших Бьет Чуваков В общем Вот Такие У нас Вот Такое У нас Было Приключение Вот Такие Мы Новые Гены Посмотрели Вот Такие Мы Изменения Геймплея Посмотрели Соответственно Все 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 Мы Открыли Продисторические Гены Повторяться Не буду Мы Их Видели Сто Раз Ты Их Видел И Везде Это Абсолютно Никак Не Интересно Смотри Какая Картина Летучие Мыши Медведь Сидит Тут Ж Добрый Медведь Мне Кажется У него Взгляд Какой Немнож Немного Сумасшедший Что бы ты сделал Если бы встретил Такого Медведя В жизни Давай Закончим На этом Мой Друг Давай Мы Закончим На этом Нашу Историю Единственное Что я Обещал Показать В конце Видео Это Тонкие Настройки Режима Песочницы Я их частично Уже смотрел Так одним Голоском Что-то Действительно Очень 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 Много Всего Ввели Можно Настроить Возраст Какой Будет Можно Поставить Чтобы По 100 Дней Наши Чуваки Жили Можно Там Множество Урон Понастроить Можно Гены Там Наверное Как-то Это Ну Короче С Какими Существами Начинать Наверное Вот так Надо Нажать А да Вот Можно Сразу Выбрать Гены С какими Генами Мы Хотим Начать То есть Какие-то Определенные Гены Добавить Нашим Чувакам И Начать Собственно С ними Вот Можно Посмотреть Что за Существо Будет То есть Не просто Начинать Рандомную Песочницу А Конкретно Ее Тонко Настроить Но Стартовые Условия Здесь Настроить Там Так Далее Туда Сюда Там Слепые Гены Так Че Это У нас Чего Включить Чего Выключить Видимо На карте Какие-то Объекты Можно Повыключить Чтобы Их Не Было Вот Что Интересно Условия Победы Вот Это Я Немножко Смотрел Можно Добавить Различные Условия Победы Как Например Вывести Животные Там С Каким-то Геном А Сила Вот Видишь Больше Там Пяти Например Да Можно Также Я так Понимаю Условия Поражения Ввести Условия Победы Это Помнишь Как мы Челленджи Играли Когда мы Добивались Превосходства Так Сказать Да Максимального Развития Теперь Мы Как бы Сами Уславливались Да Так Сказать Что Будет Считаться Что Что Мы Достигли Верха Развития Что Мы Процветаем То Теперь Можно Не Условиться Можно Действительно Поставить Например Запас Еды Если Больше Пятьсот Например То Как бы Да Мы Процветаем Можно Несколько Условий Добавить Например Что Дней Там Прожито Больше Ста Соответственно Тоже Мы Выиграли Можно Еще Какое Условие Можно Наоборот Я так Понимаю Это Никогда Это Например Если Количество Поколений Количество Животных В племени Короче Тут Можно Всякое Разное Делать Всякое Разное Настраивать И Можно Сделать Какой-то Интересный Сценарий Настроить Какие-то Определенные Гены Какие-то Определенные В определенных Каких-то Рамках И Что-то Такое Интересное Придумать Замутить Честно Говоря Я пока Не понимаю Что Что бы Я мог Здесь Сделать Какой Интересный Сценарий Но Если Я что-то Придумаю То Обязательно Я покажу Обязательно Мы сыграем Это Если Действительно Что-то Будет Интересное И К чему Я это Все Показал Мой Друг Ты Тоже Можешь Предложить Какие-то Свои Свои Варианты Как нам Настроить Песочницу Как Сделать Какой-то Интересный Действительно Интересный Сценарий Который Интересно Будет Проходить И Который Интересно Будет Смотреть А Поэтому Обязательно Пиши В комментариях Может Есть Какие-то Мысли На Просто Заслуживают Сколько Блин Я Это Видео Писал Сколько Я Мучился С Этими Гребанными Крыльями Пытаясь Их Найти Пока Пока Не Разобрался Что Можно Чуваков С Левыми Генами Чужих Можно Просто Их Спавнить На Карту Путем Путем Кудах-то Не С Дерева Птицами Нашими Чуваками Подписывайся Чтобы Не пропустить Следующие Серии По Подписывайся Тебе Все это Неинтересно Мой Друг Ты Все Это Прекрасно И так Знаешь Ты Волен Поступать Так Как Считаешь Нужным Спасибо Еще раз Тебе За просмотр Мой Друг До Встречи В Следующих Видео Пока Мой Друг